В продолжение празднования Дня науки в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета прошло открытие выставки. Подробнее в нашем следующем сюжете. На открытии двойной книжно-иллюстративной выставки рассказали о создании Российской Академии Наук, о великих российских ученых и о развитии науки в Республике Татарстан. Особая часть мероприятия — это уникальная коллекция плакатов, которая посвящена началу космической эры. В конце 40-х, в начале 50-х годов придавали огромное значение науке. И, конечно, мы специально подготовили те плакаты, которые рассказывают о тех науках, без которых, конечно же, прорыв в космос не состоялся. У нас год науки и технологий, и мы знаем, что в первую очередь благодаря тому, что 60 лет назад мы полетели в космос, и поэтому именно эту тему мы сделали первенствующей. Также важно было сделать акцент на том, что это не просто научная библиотека, а именно университетская. Поэтому на выставке рассказали и то, как привлекали в науку студентов. Большое количество плакатов указывает на то, как важно заниматься теоретической частью естественно-научных знаний. Плакат «Техника молодежи». И это, конечно, удивительная находка. Он вообще неизвестен. Я пыталась его найти на других ресурсах. Он вышел в 1942 году. Прекрасная полиграфия. Мы понимаем, в какой тяжелейшей ситуации находится в это время страна, но никто не забывает о том, что это очень важно – звать в науку, учить знания. Увидеть все материалы можно будет в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета. Выставка продлится до 12 апреля. Энджеми Небаева, Ленарта Влитяров, Универньюс.